В этом году, подводя итоги нашей работы, мы не можем не дать оценку происходящим событиям в стране, ухудшающемуся материальному положению трудящихся и тем экономическим процессам, которые идут. Но если мы просто традиционно скажем, что положение ухудшается, 28 лет оно ухудшается шаг за шаг. Но мы увидели за последние несколько лет, что начался коренной перелом, потому что режим, система и капиталистические правящие круги обнаглели настолько, что они готовы уничтожить последние социальные завоения социализма. И мы это увидели на том, как нагло была реализована пенсионная реформа. Мы увидели, как повышаются тарифы, как увеличен был НДС, как базовый налог на 2%, как увеличились цены на энергоносители. И при этом, если раньше власть маскировалась, как крупный капитал, тем, что кризис, проблема, вы же понимаете, там денег нет, то сейчас новый этап. Маски сброшены. Это все происходит на фоне колоссальных, огромных материальных ресурсов, находящихся в бюджете. Все. За прошлое лето власть со всех трибун говорила, что обязательно надо принять пенсионную реформу. Вы понимаете, не хватает денег в пенсионном фонде, не хватает 2 триллиона. Вот если не принять катастрофу, не будут платиться пенсии вообще. Они принимают бюджет, и профицит бюджета 2 триллиона. То есть это 2 триллиона лишних денег, которые неизвестно пока куда власть набрали. Вопрос. Зачем было реализовывать пенсионную реформу, если деньги есть? Ведь украли у каждого гражданина минимум 5 лет жизни и минимум миллион рублей. И это миллион рублей еще у тех, у кого минимальная пенсия 12-13 тысяч, да, там. А у тех, кто заслужил более серьезную пенсию. То есть обокрали каждого. Причем не моргнув глазом. И все это происходит на фоне того, что одновременно они начинают усиливать давление на малый бизнес, на самозанятых. Вы знаете, что обведен налог на самозанятых, причем со следующего года он расширяется уже на 19 регионов. То есть люди, которые занимаются мелкими хозяйственными работами, работают там нянями, дают маленькую квартиру, которым и так не хватает 3 копейки, на них еще налагается новая нагрузка. Также Минокровом развитии предлагают увеличить и на малый бизнес, на примерно 4-9% налоговую нагрузку. То есть идут два процесса. С одной стороны, власть продолжает ликвидировать социальные завоевания, усиливает налоговую нагрузку именно на бедные слои населения, на малый и сверхмалый бизнес. А с другой стороны, бюджет ломится от денег. Причем деньги вкладываются в крупные инфраструктурные проекты. Но это, с одной стороны, конечно, хорошо. Но как я часто выступаю с трибуны Ульяновского Собрания, и у нас большой тоже бюджет, 64 миллиарда, сейчас уже даже 67, и при этом более 200 тысяч населения, почти 20% за чертой бедности. Я всегда с трибуны говорю, товарищи, хорошо дороги, хорошо вы за проводы. Но если в этих деревнях люди умрут от голода, то по этим дорогам ездить будет некому. И людям, которые не хватает на хлеб, элементарные нужды, эти дороги не нужны. Они нужны вам, чтобы потом ваши строительные компании строили, получали доходы, чтобы по платным дорогам, которые, опять же, вам принадлежат, дорог ездил и постоянно платил. И, судя по всему, этот проект реализовывается сейчас. Совсем недавно Государственная Дума приняла законопроект о защите крупных и сверхкрупных инвестиций. Причем входной билет, за исключением отдельной статьи, где там еще социалки, они там дали что-то за 250 миллионов, в сельском хозяйстве от полутора миллиардов, а все остальное от 10 миллиардов инвестиций. Общий объем, который они хотят в Качеве открыть, это 30 триллионов. То есть, на самом деле, под текстом этого закона является, что новая генерация этой капиталистической власти решила перекупить основные фонды страны, у того олигархата, еще Ельцинского, который остался, с целью полного тотального контроля на уровне глубинных экономических инструментов. Потому что другой рукой они изымают из кармана трудящихся максимально возможные средства с помощью налоговой системы, с помощью фискальных органов. Поговорите с любым мелким предпринимателем, который торговую лавку держит и работает один с женой, да? Вам все скажут, что беспредельные полномочия даны всем фискальным органам, органам правопорядка, и каждый приходит и просто грабит. Просто грабит. То есть давление двойное. С одной стороны налоговое, с другой стороны коррупционное, это огромные машины. На этом фоне колоссальная безработица, причем она будет расти. Вот по оценкам, например, крупной рекординг-компании Headhunter, 26% сейчас работающих считают, что над ними уже нависла угроза увольнения. Около 20 миллионов человек находятся безработными. Это только официальная статистика. То есть они модернизируют систему, чтобы, с одной стороны, вогнать людей в нищету и в голод, а с другой стороны, все, что приносит деньги, контролирует экономические, социальные и политические процессы, все принадлежало им. И на этом фоне, конечно, мы должны продолжать борьбу. Мы эффективно боролись против пенсионной реформы. Мы провели очень много пикетов. Час против роста тарифов ЖКХ тоже проводили наше региональное отделение. Много акций протеста и эту работу надо усиливать. Кроме того, мусорная реформа. Это явно, опять же, очередной инструмент вытаскивания больших денег. Даже президент вынужден был признаться, что, товарищи, господа, вводите мусорную сборку в сельских поселениях и деревнях, где испокон века в соседнем лесу все сваливалось и будет так же сваливаться. Но в платежках людям уже включили. Заплатите за то, что вам не предоставляют. То есть они очередной гениальный капиталистический ход, ну, с их точки зрения сделали. Они за счет денег простых трудящихся хотят построить себе хороший высокорентабельный бизнес, мусорной переработки и еще один инструмент регулирования, вытаскивания денег из карманов. Повысил тариф, сразу все упало, да, там. Ну, не понравилось, чуть-чуть понизил, потом опять. Вот такая у них капиталистическая игра, да. Оптимизация здравоохранения. Тоже чудовищная реформа. Даже в Кремле признали, что уже идут риски, что большинство населения не получит высококвалифицированной помощи. Сокращается количество койко-мест, когда людей прооперировали и выписывают на второй день, когда явно человеку надо хотя бы неделю полежать. Идет нагрузка на врачей. Вот у нас ЧНТК нашего депутата Рязанов Владимир Викторович, он хирург приемного отделения Красногорской городской больницы. Так он за смену принимает по 200 человек. И все врачи так. Потому что еще 5 больниц закрыли в соседних районах. Все укрупнили и перенаправили этот поток в Красногорскую городскую больницу. как-то, так сказать, системообразующую в этой части Подмосковья. Но какое может быть качество даже у самого лучшего врача, когда он не досыпает, когда он принял в три раза больше людей, чем физически возможно, и к концу он просто с ног падает. Отсюда, естественно, идет повышение смертности. Потому что идут врачебные ошибки, идут просто то, что люди не успевают. И эта угроза нависла. И она будет ухудшаться, потому что коммерциализация здравоохранения всегда во всех капиталистических странах приводила к резкому падению обеспеченности медицинской. Вот пока, например, в Венесуэле Чавас не пришел к власти, 90% бедных людей практически не получали медицинских услуг. Там люди в больницах на полах лежали штабелями. Это при том, что они нефтяная, очень богатая страна. Вот к чему приводит вот эта капиталистическая логика. С другой стороны, они пытаются втянуть все население в кредитную кабалу. То есть рисуется картинка красивой жизни. Занимайте, купите айфон, купите машину, купите еще что-то. При этом уже закредитовали население на 60 триллионов рублей. То есть 4 бюджета Российской Федерации повешены долговой нагрузкой на простых людей. И ситуация ухудшается, они уходят у охоты, ничего не делают, потому что выгодно. Потому что когда человек обутал кредитами, опять же можно всегда регулировать. Почему они все время так внимательно относятся к ставке рефинансирования Центрального банка? Да потому что все кредиты, начиная с тех кредитов больших, которые Центробанк дает банкам и банки друг другу, до самого микрозайма все завязаны на эту ставку. Ее повысил, все повысилось. Понизил, понизилось. То есть надо кран открыть, выдачу кредитов. Понизил, надо задушивших, повысил. Вот еще вам один инструмент, который они активно используют. Ведь вот смотрите, Советский Союз давал кредиты зарубежным странам. И мы тоже сейчас даем, да? То есть при том, что у нас собственное население закредитовано, нуждается в деньгах. При этом в Российской Федерации кредиты в 4-5 раз дороже, чем в Европе, по всем позициям, да? И чем в США тем более. И даже межбанковские, да? Федеральная резервная система США в кризис вообще под 0% давала своим банкам. Сейчас, по-моему, там 2%. Наших почти под 9, да? Вот вам какой бизнес можно построить? Никакого, кроме сверхкрупного. И того сверхкрупного, которому дали государственные преференции. Поэтому явно тенденция одна. Уничтожить весь мелкий и средний бизнес, сколько бы они ни говорили. Потому что это тоже, мы должны понимать, как парксисты, что да, мелкий и средний бизнес это тоже часть буржуазии. Но как и на манифесте написано, капитал при борьбе крупный спихивает их как раз туда пролетариату. И они начинают иногда себя ощущать самым революционным классом. И недаром первая революция в 17-м году, она была буржуазной. Поэтому этот момент мы должны тоже использовать и увидеть. И этот рычаг изменения системы, он в какой-то момент может быть на первом этапе революционного процесса тоже останут. Но совершенно мы понимаем, что давление будет усиливаться. И те огромные средства они народу не дадут. Вот даже бюджет 19-го года, Кудрин прямо сказал, не исполнен на 1 триллион рублей. То есть это означает, что они даже потратить это не смогли. Все деньги, которые заложены в этот бюджет. Продолжение следует...